Здравствуйте, дорогие любители футбола! Мы с вами находимся в городе Слуцкий на стадионе городской, где в матче 24-го тура Беларусьбанк Высшая Лига встречается футбольный клуб Слуцкий и футбольный клуб Батэ из Борисова. Интересная нас ждет игра 100%. Две команды любят играть в атакующий футбол. На Рушкин. Ну что ж, еще раз давайте скажем спасибо за эту атмосферу с Лучаном. Здесь всегда приятно смотреть футбол. Чисто футбольный стадион без дорожек, максимально близкое поле. И зрители тоже любят приходить на игру. Может быть, не самый лучший сезон у Слуцка в этом году. Наверное, самый из последнего. Ждем подачи либо розыгрыш от Батэ. Возможно, это какая-то задумка, чтобы отвлечь. Все-таки розыгрыш. Шуманский будет бить поворотом и делает это очень сочно, но, к сожалению, промахивается. Видно, что это комбинация. Даже так можно выразиться. Играл Майка. Шуманский. Удар очень плотный. Получился у Шуманского, но Бурновец не спал. И не знаю, как сказать, был сейф или нет. Возможно, мяч проходил мимо, но Бурновец перестраховал. Обыграть любого. Вергетчик получает мяч и бьется. Рикошет. И вот, наконец-то, Кудровец в деле. Впервые в нашей встрече. Видно, тренеры довольны тем, что происходит на поле. И не пытаются что-то менять. Бессмертный. И уже с очень сложной позиции наносил удар. Или пытался нанести удар. Именно таким путем последует. В экране полузащитника Буне. Посмотрите, какая скорость. И падает Малькевич. Абуне. Слева есть Концедайлов. Абуне пас отдает, но делает это неудачно. Смотреть на Абуне. Вот здесь смотрим. Нет, просто скорости не хватает Концедайлова. Он даже не побежал. Бессмертный. Удар. И какая траектория от Милича. Перекладина. Сработала за Слуцк. Быстрый крайний полузащитник. И снова смотрим за тем, как Милич бьет. Как вывернул голеностоп Милич. И, конечно, если бы попал, то был бы чудо-гоу. И фантастика от Батэ. Пас на Абуне. Точно играя при этом. Русак. Замах. Падение. И пенальти. В нашей встрече. Только вышел Русаки. Вот это выход на замену. Посмотрите, замах. И Максим действительно сносит Русака. Косой своей. Исполнить. Посмотрим, хватит ли силы и энергии у Глебко. Удар мимо ворот. Причем значительно мимо. Мог Глебко забить пенальти. Но не очень хорошо пробил. Вот здесь будет понятно, куда мяч полетел. Да, где-то метр полтора. Конец встречи. К сожалению, эта игра заканчивается зачетом 0-0. И очень жаль, что Слуцк не исполнил пенальти. Сергей Глебко.